и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала демонстрируем различные электрические эффекты звуковую дорожку воспроизводит фитонка горящая на конце провода то есть молнии высокочастотные воспроизводит mp3 звук ради любителей скажем так, моего, мои современники посмотрим, скажем, ну и что они там показывают, лучше почитать бы книги мини преобразователь с с мини преобразователь работающий от 3,7 вольта от аккумулятора который вы видите на стенде зажигает энергосберегающие лампочки от миниатюрного преобразователя замыкаем ключ лампочка загорелась отключаем тумблер первой лампочки включаем тумблер второй лампочки нажимаем на кнопочку загорается вторая лампочка делаем Свечение двух лампочек происходит с трудом, но работает. Удивительные моторчики из Китая, работающие от милливольт. На мультиметре 124 милливольта. Мотор работает. В процессе работы напряжение падает, так как моторчик работает от ионистора. Вращение замедляется. 107 милливольт. Вращение продолжается. 100 милливольт. Напряжение продолжает падать, так как моторчик высасывает ионистор. 90 милливольт. Моторчик продолжает работать. Мы видим ионистор. 100 милливольт. Моторчик работает. 80 милливольт. Моторчик продолжает работать. 72 милливольт. Моторчик остановился. 68 милливольт. 68 милливольт. 49 миллив. 69 миллив. С fotoazin. 50 миллив. 40 милли. 60 миллив. 50 мил dieta. 40 мил, поиска, 30 мил. Ультрафиолетовая лампа для просушки УЭФ-отверждения лакокрасочных материалов. Устройство изначально предназначалось для ногтевой пластины, то есть нанесения лакокрасочных материалов на ногти и с дальнейшим его отверждением. Данный девайс имеет на борту несколько режимов, которые реагируют на датчик при поднесении предмета и также реагируют без датчика. Все зависит от того, на какие клавиши вы нажмете или какую программу вы используете. Освещение используется светодиодное. А светодиоды, как правило, долговечней обычных энергосберегаек, поэтому его хватит надолго. Проверка идеи по освобождению тепловой энергии. Индукционное, то, что будет наводиться в других металлах, это уже другое. Это магнитное поле уже. Правильно. Магнитное поле есть. Проверяем магнитное поле. А почему она перестала делать? У него очень высокая частота. На высокой частоте, посмотри, 3,1 кГц это 3000 колебаний в секунду. 3000, 1313 колебаний в секунду. Она его чувствует уже, как будто поле постояло. Мне кажется, вот этого нагрева достаточно. Ну, посмотри. Смотри, потрогай радиатор. Нагрелся? Сколько мы сейчас саживаем? Мы саживаем сюда 12 вольт. А что Вактаж там не показывает? Ну, тут надо клемму захерачить. Значит, заряжается аккумулятор и горит лампочкой. Смотрим по приборам. Отсоединяй аккумулятор. После отсоединения аккумулятора... Давай еще раз отсоединяй. Отсоединяй. Аккумулятор? Да. А он отсоединен. Присоединяй тогда. Мы присоединяем аккумулятор в нагрузке, а у нас потребление падает. А теперь лампочку еще отсоединяй. Отсоединяешь лампочку. Давай еще раз. Лампочку отсоединяй. Подсоединяем. Подсоединяем лампочку. Нагрузка выросла. Так, отсоедини тогда лампочку и еще раз аккумулятор отсоедини. А теперь присоединяй аккумулятор. Присоединяем аккумулятор и получается ампераж падает. То есть, парадокс. Ну, не совсем парадокс. Не бывает оттоп куда-то идет. Устройство для выработки электричества. Мини-генератор. При изгибании мембраны происходит выработка электричества. То есть, достаточно небольшое давление на пластину, чтобы металл сдеформировался и выработал электричество. Один диод припаян вперед, другой назад. В обе стороны высвобождение электрической энергии. Чувствительность девайса очень высокая. Проверка патента Николы Тесла. Работающие лампочки на одном проводе. Опытный образец Николы Тесла повторен только на транзисторах. И он действительно работает. Сгоревший, по-моему, светодиод. Короче, у меня светодиоды просто вот так, параллельно включаешь, они горят. На куске провода вот так. Вот видишь, горит чуть-чуть. Ну да, видно, горит. Вот, чуть-чуть. Интересно, вообще прикол. Ну, там такая, на высокой частоте только такая штука видна. Ну вот, импульс, видишь, какой короткий. Ну вот, сколько там мегагерц? Где-то около 7. 7 мегагерц? Да. Мегагерц или гигагерц. Вот это что такое? Почему вот здесь вот есть такая штуковина? А это уже начинает... Это сам импульс, вот эта штука. А здесь уже начинает работать колебательный контур, который состоит из вот этого провода. Ну, то есть он авто настраивается на чистоту. Да. Причем здесь никаких конденсаторов нет. То есть, получается, у нас контур уже... Сам? Да, сам вот эту емкость где-то набирают. Ну, в этих катушках, кстати, очень большая емкость. Маленькая индуктивность. Большая емкость. О, это круто. Лампочки, действительно висящие на одном проводе, работают, горят и светятся. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал и с нетерпением ждем ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...